Продолжаем разговор о трагедии в Кемерове со специалистом по противопожарным системам Константином Калужиным. Константин, я вас приветствую, слышите ли вы нас? Да, слышу вас хорошо. Константин, скажите, пожалуйста, достаточно ли, по вашим данным, в этом торгово-развлекательном комплексе пожарных выходов? Ну, судя по тому, что показывает, что выходов достаточно. Недостаточно, плохо, что они были закрыты. Были ли ранее проверки пожарной безопасности, систем пожарной безопасности, были ли выявлены там нарушения? Ну, как по документам, которые показывали сегодня, в принципе, нарушений там не было выявлено. И подписаны органами, надзорным органом для эксплуатации этого объекта. Ранее очевидец рассказал РТВА о том, что пожарная сигнализация не сработала. Можете ли вы это подтвердить по вашим данным? Ну, по моим данным, она сработала, но охранник по причине, как бы, руководствовавшись тем, чтобы не создавать паники, отключил ее. Ну, скорее всего, он подумал, что это ложное срабатывание. До сих пор непонятно. Вот торгово-развлекательный комплекс, обычно это огромное пространство. Как получилось, что столько людей блокированы в этих больших пространствах? Как получилось, что нельзя быстро, одномоментно всех эвакуировать? Ну, тут видно, что случилось. Мы смотрели сегодня кадры камер наблюдения, и они показывали, что пламер сохранял очень быстро. Хотя, честно говоря, было удивительно, что никакого оповещения не было произведено на этом объекте. И люди, как бы, начинали покидать опасную зону, когда только видели сильное задымление или открытое горение. Поэтому оповещение, как таково, не произошло. Если бы оповещение происходило, то, конечно, жертв намного было бы меньше. Скажите, Константин, а в таких случаях обязан ли персонал торгового центра, любого учреждения, где происходит пожар, обязан ли персонал рассказывать, куда нужно бежать, где эти самые пути эвакуации, где лестницы, как-то направлять потоки людей? Конечно, обязан. Согласно 12 пункта правил противопожарного режима, персонал обязан иметь такие инструкции, разработанные. Тема эвакуации должна быть разработана. И персонал этого учреждения должен организовывать эвакуацию, безопасную эвакуацию людей. Ну, судя по кадрам, этого сделано не было. Большинство сотрудников просто сами покинули опасную зону и все. Константин, а если гаснет свет, допустим, в кинозале, предусмотрено ли на этот случай аварийное освещение? Ну, в таких помещениях должны быть обязательно быть световое табло, где показаны выходы. Даже в полной темноте они должны загореть, и люди должны видеть, куда выходить. А вот этот поролон в батутном парке, это вообще нормально с точки зрения противопожарной безопасности? Вот мы с вами видели неоднократно уже эти кадры, что пожар буквально за секунды распространился. Это все вспыхнуло как порох. То есть нету никаких требований к противопожарным материалам, допустим, тем более на детских площадках? Ну, конечно, есть требования. И есть, в первую очередь, в таких объекциях массового пребывания людей, там, в первую очередь, указаны требования по горюче-смазочным материалам, так называемым. Что касается поролона, ну, можно увидеть нередко в наших торговых центрах существуют игровые зоны, где этот поролон присутствует. Другое дело, какой это поролон, защищен ли он специальным чехлом, скажем так, термостойким? Ну, плохо, что при горении у поролона образуется очень токсичное вещество, так называемый цианид водорода. Это синильная кислота, тривиальное название, если так брать. Токсичность на порядок выше, чем у обычного угарного газа. Поэтому не исключено, что это тоже могло повлиять на быстрое отравление людей, которые находились в зоне, скажем так, опасных факторов пожара. Что ж, большое спасибо. С нами был на прямой связи Константин Калужин, специалист по противопожарным системам.